Добрый день! В эфире выпуск городских новостей и с вами с места событий Владимир Горжонко. Партнерство для Нью-Йорка, комиссия по гражданскому бюджету и Empire Center известны как фискальные группы. Они обеспокоены тем, сколько город тратит, особенно тем, как бюджет увеличился в три раза и сейчас превысил 106 миллиардов долларов. Но группы разделились в мнениях по вопросу о том, поддерживать ли две фискальные реформы, которые будут вынесены на референдум избирателей этой осенью после того, как мэр Эрик Адамс созвал комиссию для корректировки городского устава. Одно предложение потребует более ранних оценок финансового воздействия нового законодательства, а другое – ежегодной оценки состояния инфраструктуры города для информирования о будущем планировании. Бюджетные наблюдатели считают эти предложения временными мерами, которые вряд ли окажут существенное влияние на то, что, по их словам, ведет ко все более случайным городским расходам. Маневры по поводу того, следует ли менять устав, то есть, по сути, конституцию города, начались этой весной, когда городской совет выдвинул предложение о голосовании, которое дало бы ему право утверждать гораздо больше назначений мэра. Затем мэр собрал собственную комиссию по уставу, которая фактически предвосхитила усилия совета. Семьи жертв терактов 11 сентября вернулись в Федеральный суд в Нижнем Манхэттене, продолжая свою давнюю попытку привлечь Саудовскую Аравию к юридической ответственности за атаки на Всемирный торговый центр. Судья Джордж Дэниелс вскоре решит, позволит ли он продолжить этот судебный процесс против Саудовской Аравии. В качестве вещественного доказательства семьи получили видеоролик, обнародованный в Федеральном суде в июне, на котором гражданин Саудовской Аравии, который, по мнению сотрудников ФБР, работал в разведывательной службе этой страны, проводил экскурсию по зданию Капитолия США в 1999 году. В ходе экскурсии были показаны система безопасности Капитолия, все входы и выходы, а также другие критически важные детали здания. Долгое время считалось, что Капитолий был одной из целей террористов 11 сентября. Это видео и другие доказательства, полученные семьями жертв трагедии 11 сентября, побудили их, а также некоторых бывших сотрудников правоохранительных органов, призвать к дальнейшему расследованию роли Саудовской Аравии в самом крупном террористическом акте в Соединенных Штатах. Власти Саудовской Аравии долгое время отрицали свою причастность или, по крайней мере, поддержку террористических атак 11 сентября, а некоторые правительственные юристы пытаются добиться прекращения этого дела. МТА на заседании Совета директоров объявил о своем финансовом прогнозе на ближайшие несколько лет и перспективы, как вы можете себе представить, увы, не очень радужны. Чиновники прогнозируют, что транспортное агентство столкнется с дефицитом в более чем 400 миллионов долларов в своем операционном бюджете с 2027 по 2028 год. Хотя агентство заявляет, что это вызвано массовым уклонением пассажиров от оплаты за проезд и более низкими налогами на недвижимость, сторонники транзита обвиняют губернатора Кетти Хокл в приостановке взимания оплаты за проезд в Манхэттен, что привело к увеличению расходов на техническое обслуживание и более низкому, чем прогнозировалось пассажиропотоку. В свою очередь губернатор объявила о выделении МТА 54 миллионов долларов из ресурсов штата. Но, тем не менее, десятки нью-йоркцев собрались перед штаб-квартирой МТА, чтобы потребовать от губернатора начать программу взимания платы за пробки. Они заявили, что обеспокоены тем, что в будущем без миллиардов долларов инвестиций в МТА жители Нью-Йорка столкнутся с повышением платы за проезд или сокращением обслуживания. МТА также сообщило, что работает над своей программой капиталовложений на следующие четыре года и ожидается, что этот отчет будет опубликован осенью. Экологические группы Бронкса призывают замедлить план по добавлению полос на скоростной автомагистрали Кросс-Бронкс. Пять мостов, через которые проходит эта скоростная автомагистраль, в настоящее время находятся в стадии строительства и предполагаемые дополнительные полосы станут автобусными, велосипедными и пешеходными. Группы говорят, что проект, объявленный губернатором Кетти Хоккол в январе, планирует завершить дизайн модификации уже этой осенью без достаточного количества отзывов общественности о нем. Проект потребует четырех лет работы. Представитель департамента транспорта штата Нью-Йорк Глен Блейн заявил, что проект является частью постоянных обязательств штата по восстановлению связи между сообществами, и он поможет преобразовать коридор Кросс-Бронкс-Экспресс-Вэй, обеспечив большую связь с востока на запад для всех пользователей транспортной системы, включая пешеходов и велосипедистов, и улучшив доступность общественного транспорта. Чиновники штата говорят, что дополнительные полосы уменьшат заторы, улучшат качество воздуха и обеспечат прямое сообщение с близлежащим парком Старлайт, который в прошлом году был реконструирован за 41 миллион долларов и останется доступным во время строительства. Гигантский голубь высотой 16 футов будет установлен в парке Хайлайн в Манхэттене. Скульптура художника Ивана Арготе под названием «Динозавр» будет установлена на Хайлайн на 10-й авеню и 30-й улице. «Динозавр» добавит остроумие к горизонту Нью-Йорка, сказала Сесилия Алимани, директор и главный куратор Хайлайн Арт. Но почему же скульптура называется именно «Динозавр»? Название «Динозавр» отсылает к масштабу скульптуры и предкам голубя, которые миллионы лет назад господствовали на земном шаре, заявил скульптор. «Динозавр» был первоначально предложен для Хайлайн в 2020 году и вызвал довольно противоречивые отклики. Многие жители Нью-Йорка заявили, что решительно не одобряют вездесущих голубей и не в восторге от их 16-футового скульптурного воплощения. Впрочем, другие выразили восторг от динозавра, заявив, что голубь – символ не только мира, но и нашего города, говорится в заявлении администрации Хайлайн. Это был выпуск городских новостей и с вами с места событий специально для телеканала «Артен» был Владимир Горжонко. 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 Продолжение следует...